здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать вас на нашем канале и сегодня я хочу поговорить о такой интересной теме как осенняя посадка рассады клубники друзья во первых необходимо определиться со сроками когда же лучше высаживать ее бывает высадка осенняя двух видов ранее осенние это август сентябрь и позднее осенние это октябрь ноябрь но это что касается нашего региона луганская область возможно у вас какие-то отличия будут по времени посадки потому что регионы у всех наших зрителей достаточно различаются по климатическим условиям но друзья в принципе если понимать как это делать то неважно это будет 10 сентября или 10 октября главное понимать что мы делаем при высадке в ранние осенние сроки то есть как я сказал конец августа сентябрь необходимо правильно подготовить рассаду и вот здесь главное отличие ранее осенние посадки от позднее осенние посадки подготовка рассады если мы высаживаем в ранние сроки то необходимо на кустики рассады удалить все лишние листья оставив только один-два листочка самых молодых самых здоровых друзья почему нельзя оставлять много листьев на кустики если мы высаживаем в ранние осенние сроки потому что температура воздуха еще достаточно теплая через листовой аппарат происходит большое испарение и даже несмотря на то что корневая система высаженного растения начнет поставлять питание и влагу в надземную часть через три-четыре часа уже все равно этих часов у надземной части может не быть просто из листвы все испариться а корень еще ничего не подаст потому что большая площадь испарения именно для этого мы и удаляем лишние листочки оставляя только лишь один или два это главное отличие друзья позднее осенние же сроки когда температура воздуха уже достаточно прохладно испарение небольшое солнечная активность уже тоже маленькая тогда можно оставлять побольше листочков то есть удаляем только лишь какие-то больные листочки с механическими повреждениями или подсохшие ну в общем листочки которые не вызывают у нас доверия что они будут хорошо развиваться вот удаляем только лишь больные и поврежденные все остальные листья мы оставляем при позднее осенней высадки как я сказал испарение будет маленько и растения хорошо приживется вот это главное отличие между ранней осенней и поздней осенней посадкой на высадку друзья различий особых нет конечно же за две-три недели подготавливаем участок для высадки к сожалению я не могу сейчас это показать на своем участке в этом году мы не производим высадку рассады мы высадили буквально прошлой осенью поэтому на участке я еще раз повторюсь показать не смогу но доходчиво я поделал фотографии специально для того чтобы наглядно это все было видно подготавливаем участок друзья за две-три недели почему очень важно подготовить участок заранее потому что почва перед высадкой до высадки должна успеть немножко осесть если мы высадим в рыхлую почву то по мере оседания будут оголяться корешки конечно они начнут подсыхать начнут травмироваться что может привести к гибели растений поэтому если у вас нет времени допустим ждать или вы собрались буквально уже завтра высаживать участок сегодня только готовите или перед высадкой будете готовить то лучше свежеперекопанный участок пройти с лечкой или со шлангой немножко присадить водой присадить чтобы в будущем при поливах она не начала приседать перед высадкой друзья обязательно это пожалуйста сделайте следующее под перекопку мы вносим на свой участок органические удобрения в виде перепревшего хорошо перепревшего навоза то есть так называемый перегной до 10 килограмм но в среднем и 68 килограмм вносим вообще можно до 10 килограмм то есть хорошее ведро перегноя рассыпчатого мы вносим под перекопку органика которую мы внесем и плюс можно кстати внести до 70 граммов под перекопку суперфосфата это не быстро растворимое удобрение которое будет хорошо потом воздействовать на развитие корневой системы и можно 20-30 грамм на квадратный метр внести калины каких-нибудь удобрений но кто не хочет связываться с минералкой то конечно же минералку отставьте в сторону носите только лишь органические то есть перепревший навоз и вот этот заряд вот этот рацион друзья он будет действовать и помогать нашей клубнике развиваться плодоносить течение двух-трех лет всего лишь одна зарядка органикой конечно же рекордных урожая при таком внесении удобрений единожды мы не будем получать рекордов но вполне приличный урожай мы все равно увидим на своем участке если же хотим рекордов то без минерального питания во время плодоношения во время бутонизации это отдельная тема для разговора все равно не обойтись но вполне хватит на два-три года внесения 10 килограмм на квадратный метр органического удобрения следующий вопрос очень важный при высадке друзья это конечно же положение корневой шейки относительно уровня почвы корневая шейка не должна быть заглублена иначе при поливах или дождя просто произойдет заиливание сердечка так называемого то есть точки роста и это очень плохо скажется на развитии растения и высокая посадка тоже плохо потому что могут оголиться корешки и как я говорил они начнут подсыхать и травмироваться поэтому строго корневая шейка по уровню почвы это очень важно очень важный момент друзья еще такой момент хотел сказать я его просто пропустил это что касается подготовки рассады поздне осенней это для чего мы оставляем побольше листьев чем не только потому что испарение поменьше растение приживется потому что к зиме растение должно успеть нарастить несколько настоящих листьев для чего это важно если раскопать зимой снежный покров просто убрать его на грядке с клубникой вы увидите что клубника живет она растет она продолжает развиваться ученые считают что даже в зимний период происходит обмен процесс обмена питания между корневой и листовой частями растения и в обратную сторону между листовой и корневой поэтому с малым количеством листьев растения может зиму не пережить необходимо чтобы листьев на кустике в зиму ушло побольше а при ранней осенней посадке когда мы оставляем всего два листочка самых свежих то они просто к морозам успеют нарасти и растение все равно уже уйдет зиму в хорошем состоянии в хорошем развитии друзья при подготовке участка под перекопку нежелательно вносить свежий навоз и хлористые удобрения клубника этого не любят она просто может начать болеть и погибнуть поэтому только лишь то что я сказал в зиму растения должны уйти хорошо укорененными с несколькими настоящими хорошо развитыми листочками и если мы так сможем запустить наши растения в зиму то она хорошо перезимует и отблагодарить нас в течение многих лет хорошим урожаем на этом друзья свое короткое видео я закончу спасибо всем за внимание кому видео понравилось ставьте пожалуйста лайки новых зрителей приглашаю подписываться с нашим постоянным зрителям хочу сказать большое спасибо друзья за то что вы с нами за то что смотрите за то что пишите комментарии спасибо вам огромное всего доброго до свидания до новых встреч